друзья всем всем привет всех приветствуем на своем канале архомания сиропчика сегодня я пересаживаю и омолаживаю вот эту вот орхидей но у меня очень много лет жила вот в этом горшочки у неё там уже очень-очень много сейчас вам покажу видите корней не знаю конечно что у меня сейчас получится с этой пересадки получится ли мне ее в общем-то разрезать я хочу ее разрезать и омолодить посадить вот в этот горшочек я тут уже приготовила и вот маленький горшочек хочу добиться детки посмотрим что у меня сейчас будет получаться ладно приступаем сейчас я ее попытаюсь вынуть конечно будет тяжело ее вынуть с этого горшка знаете я не могу ее вынуть за это время там уже наверно срослась бедненькая с этим горшком и что же мне делать жалко мне ее насиловать придется как-то сейчас вынимать в общем вы вытащила друзья смотрите что у нее делается посмотрите на этот корешочек вот такие вот у нее корни и вот так вот она выглядит сейчас буду ее потрошить и смотреть что с ней сделать почему все корни интересно внизу вот почему вы так вот корни главное тут серединке смотрите как бы нету корней они все внизу я вчера их поливала я думала что за день они ну вернее вот эти три орхидейки которые мне надо было пересадить немножко подсушиться я их не поставила в кашпо у нас очень сухо в квартире но смотрю что они совсем даже не подсушила она корешки смотрите какая у нее большая шея длинная интересно если я вот так вот обрежу сейчас я вам покажу минуточку вот так вот если обрезать и эту посадить добьюсь я детки или нет жалко тут некоторые корни я таки все таки повредила пока доставала смотрите если кого в этот маленький горшочек эти все корни не поместится вот что мне делать с ней я даже не знаю если честно теряюсь в догадках что делать с такой орхидеей которая корни у нее и жалко же обрезать но видимо придется и она когда цветет я хочу еще срезать все таки этот единственный цветонос потому что вот это вот за столько лет она не пустила ни одного цветоноса она все время вот этот цветонос доращивает доращивает и смотрите какой он уже громадный так ладно я разберу сейчас ее и подумаю что мне с ней сделать и потом опять подключусь к вам ну что друзья я решила что я ее таки вот так вот обрежу вот здесь вот и не знаю почищу наверное вот эти корешки потому что ну в этот вот в этот маленький стаканчик который я вот приготовила вот вот в этот она явно стоит с этими корешками не поместится посажу сначала в большой горшок а потом уже буду маленький в общем с богом как говорится обрезаю вот так где то сколько у нее там останется совсем чуть-чуть корешков ну будет стимул как бы пускать новые наверное вот старая еще тут есть цветонос попробую вот так вот я чекануть ножницы даже не берут ее так придется идти за другими ножницами сейчас друзья принесла такие вот у меня есть кусачки сейчас я их достану и наверно вот этими кусачками я откушу потому что эти ножницы просто не берут так упасть то же самое место вот так вот вот этот корешок обломался совсем обломался закручиваем 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 там боже мой что же мне с ней делается там первый раз я вижу такую орхидею посмотрите что тут делается что тут делается ну придется обрезать потому что я ее всю просто не раскручу это тоже вон поломался Поломался. Вот эти вот корешки я оставлю. Думаю, вам видно. Вот это вот, видите, оставлю. Сейчас я ее немножечко подчищу. И буду садить. А вот это пока в сторонку отложу. Видите, тут новые корешки, видимо, пробиваться хотели. И не получалось им. Или что это такое? Вот это вот старый цветонос, видимо, совсем-совсем старый. Теперь, может быть, пойдут расти. Сейчас попку надо запшикать еще перекисью, которую я отрезала. Так, ладно, пойду возьму еще перекись. Правда, баночка не от перекиси, но сюда залита перекись. Так, вот так вот я попшикаю на нее хорошенечко. Сейчас она чуть-чуть подсохнет. И буду садить. Жалко вот, не знаю, что еще делать с этими листочками. Видите, может быть, это даже они подгорели на солнышке. Хотя я стараюсь, видите, что делается, закрывать постоянно. Так, ладно, оставлю ее немножечко подсыхать. Пускай немножечко подсохнет. Посмотрю на этот корешок. Что здесь с этим, вот что с ним можно сделать. Пенечек этот. Наверное, тоже надо попшикать на него. И не знаю даже, что мне делать с этими корнями. Куча корней. Ну, вот такие вот корни я сразу обрезаю. Видите, они посохшие. Вот эти, конечно, зелененькие. Ну, жалко мне их. Ну, что с ними делать? Ну, что вот с ними делать? Обрезать их полностью. И поставить, и наблюдать за этим пенечком. Видно, что корни, конечно, наверное, старые, старые совсем. Может быть, что-то и вырастет. Может быть, что-то и вырастет. В общем, друзья, я принимаю решение удалять эти корни. Вот, и посажу этот пенечек. И буду наблюдать. Посмотрю, что, в общем-то, вырастет с этого пенечка. Если вообще что-то вырастет. Посмотрим. Будем вместе наблюдать. Как мне их вот сейчас удалить, все эти корни. Я даже не представляю. Ну, вот это желтенькие, это вроде бы тоже целые корни. Но они просто без света. Поэтому они такого желтого цвета. Оставить хотя бы по минимуму как-то. Надо их распутать. Я трогаю их, и они прям ломаются в руках. Прям в руках ломаются. Ладно, обрезаю, друзья. Была, не была. Ну, что делать, жалко. Но ничего не остается. В общем-то, попытаюсь, посмотрю, что у меня получится с этого пенечка. И получится вообще что-либо. Ну, тут прямо видно, вот видите, что сгнил корешок. Видимо, ей все-таки хорошо жилось, раз она столько корней нарастила-то. Ну, ничего, милая, терпи. И давай мне деточку вырасти, пожалуйста. Вот здесь вот поломался. Не знаю, друзья. Может быть, я, конечно, неправильно поступаю. Но я считаю, вот что с этим корешком делать. Посмотрим. В общем-то, эксперимент у меня будет. Будем наблюдать за ней. Посмотрим, что с этого получится. Так, ладно, обрезаю дальше. Обрезала там, где они поломаны. Ну, в общем, вот такой вот пенечек маленький у меня получился. Сейчас я посажу его. Ну, и будем наблюдать за ним, что с него вырастет. И вырастет ли вообще. В общем-то, друзья, они помещаются вон в этот горшочек. Надо идти искать другой. Вот так вот. Ладно. Может быть, я сейчас посажу его в это зелененькое кашпо, которое я недавно купила. Итак, друзья, наверное, буду садить в это кашпо. Оно, конечно же, без дырочек. Там в нем нет дырочек. Но будет такая закрытая система. Будет у меня такой эксперимент. А что делать? Надо сюда еще намыть дренажа. Ну что, друзья, я намыла дренажа. Вот столько. Сейчас покидаю немножечко угля. И буду садить в эту же, наверное, кору, в которой она росла. Этот пенечек. Так, чтобы, в общем-то, он чувствовал себя как бы в своей среде. В общем, получился он у меня совсем уж сверху. Наверное, придется сейчас все переделывать. Надо немножечко хотя бы утопить эти корни. Так что сейчас вынимаю и все переделываю. Ну что, переделываю, друзья. Все по-новой. Засыпаю по-новой. Переставила я камеру, чтобы рукой, а то я вечно, получается, с правой стороны закрываю камеру рукой. Так, чтобы не закрывать, переставила немножко, чтобы оно было лучше видно. Так, надо мне еще этого, вернее, этой коры оставить и для той орхидеи, чтобы она чувствовала себя в своем, как говорится, на своем месте, в своем домике. Будет у меня такая закрытая система для роста детки. Посмотрим, что с этого получится. Сверху я еще немножечко прикрою мхом, вот, чтобы было побольше влажности. Знаю, правда, правильно, это именно и правильно. Посмотрим. В общем-то, вот так вот старалась я закрывать корешки. Здесь вот, когда обрезала, видите, немножечко поранила корешок. В общем-то, вот так, друзья. Сейчас им чуть-чуть прикрою вот так вот. Я, конечно, не очень люблю добавлять мух. Думала добавить еще в те новые цветочки немножко муха, но я просто про него забыла. Посмотрим. Вот у меня эксперимент. Чуть-чуть сверху побрызгаю еще, чтобы мог был влажный. Поливать буду чуть попозже. Так, на этом, друзья, эту я часть закончила. сейчас я буду садить ту, которую омолодила, отрезала кусочек. Пенечек я посадила. Вот так вот он выглядит. Сейчас вам покажу. В общем-то, и корешок там видно, будем наблюдать. Будет рост, не будет. появится детка, не появится. Так, сейчас немножко приберусь на столе и будем сажать основной орхидею. Ну что, приступаем. У нее попка немножечко подсохла. Все корешки вовнутрь сажаем. Стараемся, чтобы... Опа, поломала корешок. Вот я клуша. Ладно. Друзья, буду за... Неудобно, конечно, я... Еще тут мастер Пепкин буду засыпать. Стараешься, стараешься, после всех дел взяла и поломала корешок. Уп! Она у меня смотрит в общем-то в бок. Падает все. Так, старенький. Немножко старенького. Как бы мне сделать, чтобы она ровно-то смотрела. Наверное, надо снять эту палку, держалку. Вот. А потом ее опять прицепить. Ровненько ее посадить. А тут уже как будет, так и будет. Вот. Теперь вот так вот ровненько ее надо и сажать. Вот так. Сейчас возьму кусочек угля под попку. Надо было раньше еще что-то я прогавала этот момент. вот так. Как бы мне не пришлось еще раньше срезать этот цветонос. Потому что что-то он вообще растет не в том направлении, в котором надо. не в том направлении. если я так оставлю, она просто не будет, наверное, стоять. Ну, посмотрим сейчас. Цветонос ее, в общем-то, ложит на бок. поэтому я, наверное, таки буду обрезать цветонос. Потому что будет она у меня опять лежать. Ладно, друзья, с Богом, как говорится, обрезаю цветонос в этот раз. вот так. Смотрите. И теперь она у меня будет стоять ровненько и расти ровненько. А цветонос сейчас поставлю в водичку и буду наблюдать. Так, чуть-чуть попшикую. Цветонос, которая обрезала. В общем-то, вот уж что у меня получилось. Смотрим. Внизу вода стоит, потому что мокрый дренаж. И в кашпо стоит. Видите? не видно. Надо вытащить из кашпо. Так, друзья, вот что получилось. Вытащила я из кашпо. Вот тут видно немножко корешочков с этой стороны. Один таки он не попал. Хотя я, видимо, не увидала его. Вот что у меня получилось. Обрезала я цветонос и хочу спросить у вас совета, что это с листиками, что мне с ними делать. Это или ожог, потому что вредителей на ней нет. Вот. И как бы целая она. Ладно. Понесла ее на карантин. В общем-то, буду я заканчивать свое видео. Вы видели, как я молодила свою белую красавицу. пришлось мне отрезать ей цветонос. Ее единственный цветонос. Поставила я этот цветонос в вазочку. Вниз положила мох, немножко коры. И вот такие зеленые штучки влагоемкие. Специально они применяются для цветов. Я забыла, как они называются. И пока она будет стоять, пока не увянет эта веточка в этой вазочке. Но я думаю, что с этого цветоноса не получится наверное уже деточки, потому что из всех почек, через которые вырастают деточки, она пустила веточки и с них повырастали еще цветочки. Он видите, еще пускает еще будет цвести она и вот здесь в общем будет пока стоять так вот и радовать нас. а на этом все, друзья. Жду очень ваших комментариев. В общем-то я там спрашивала кое-какие вопросы позадавала и в общем-то что я сделала не так и что я сделала так, хотелось бы узнать ваше мнение. Делитесь своим опытом, буду очень-очень рада. Я, конечно, не супер-пупер арховод, но кое-какой-то кое-какой опыт у меня уже все-таки есть и в общем-то я показываю это, как делаю я и смотрю, как делаете это вы. Ну, а на этом я буду заканчивать свои видео. Желаю вам всех-всех благ, будьте здоровы, старайтесь в общем-то соблюдать карантин, если в вашем городе есть карантин. Не поддавайтесь панике, в общем-то, будьте спокойны. Ну, на этом все, всем пока-пока, до следующего видео. субтитры сделал DimaTorzok,